Добрый вечер! На календаре воскресенье 24 ноября. Русскоязычная программа Весник приветствует зрителей общественного телевидения НКР. Сегодня мы покажем эксклюзивное интервью с министром иностранных дел НКР Масисом Майляном, но в начале коротко о некоторых новостях уходящей недели. Видеоподборка о встречах президента Бакуса Акиана. Вартан Акапян переизбран председателем Союза писателей Арцаха. Награждение в Арцахском госуниверситете по случаю Дня студента. Историк Степан Дадаян представляет свою новую книгу. Итак, вкратце официальная хроника заканчивающейся недели. 21 ноября президент Бакуса Акиан принял группу слушателей дипломатической школы МИД Армении во главе с ректором учреждения Вае Габриэляном. На встрече были затронуты различные вопросы внутренней и внешней политики Арцаха, региональных процессов. В тот же день молодых дипломатов из Армении приняли спикер парламента НКР Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, министр иностранных дел НКР Масис Маилиан. 22 ноября президент Бакуса Акиан принял группу армянских бизнесменов из Украины, обсудив с ними вопросы реализации различных программ в Арцахе. В понедельник по случаю Международного дня студента в Арцахском госуниверситете состоялась церемония награждения студентов, победителей различных конкурсов. Открывая церемонию, ректор Армен Саркисян отметил, что Аргус стремится к тому, чтобы в центре университетской жизни был студент. Звание лучший студент года удостоилась студентка по специальности бухучет Марьям Геваркян. Награжденных студентов поздравили в своих выступлениях проректора и преподаватели университета. О других новостях. В пятницу состоялся шестой съезд писателей Арцаха, которых в республике около полусотни человек. Председатель ревизионной комиссии Союза писателей Давид Микаэлян отметил, что в финансовой деятельности Союза, в том числе его печатных изданий, каких-либо нарушений не было. С отчетом о своей четырехлетней деятельности выступил председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акапян. Докладчик убежден в наличии прогресса в писательском семействе, главным образом по части повышения качества литературных произведений. Проводились различные фестивали, в том числе ежегодные мурацановские чтения. Около трехсот встреч проведено писателями в школах воинских подразделениях. Издано 60 книг. В Союз приняты новые молодые писатели. Арцахским писателям, по словам Вартана Акапяна, удалось сохранить и передать в своих произведениях самобытность арцахца. Вартан Акапян подчеркнул необходимость возрождения в республике литературной премии. Выступившие дали положительную оценку деятельности Вартана Акапяна. В ходе съезда были подняты многие острые проблемы, одна из которых – необходимость должного отношения к писательскому труду Союзу писателей. Единогласным решением съезда Вартан Акапян переизбран председателем Союза писателей Арцаха. Директор Арцахского научного центра Степан Дадаян, известный преданностью научной работе, издал недавно свой новый исторический труд. Степан Вагаршакович, во-первых, я поздравляю вас с выходом новой книги «Правда и ложь о карабахском в кавычках ханстве». Я прошу вас устроить такую мини-телепрезентацию этой книги и рассказать вкратце, о чем эта книга. После университета, когда я получил возможность поработать в научном центре, я уже глубоко начал интересоваться историей нашего края. Несколько работ написал по этому поводу. В основном это было начало 20-го столетия и связано было с решением карабахского вопроса в 21-м году. Ну а потом задумал корни, откуда идут вот эту самую фальсификацию нашей истории. И я опубликовал работу «Политическую историю Карабаха», начиная от Хамсы до автономии, до 1923 года. И у меня получилась неплохая работа. Вот она, эта работа. И я представил историком Армении, значит, кафедры истории армянского народа в целом историческому факультету Ереванского государственного университета. Получил добро от них, что немедленно надо опубликовать. Я решил это опубликовал. Это было в семнадцатом году. После выхода этой работы я начал задумываться. Ведь, по сути дела, карабахское ханство, как таковое, это с площадью рядом выдумка. Да, возможно, тут Шеголял хан, значит, отец, сын и внук. Но они-то были, в общем-то, выдуманные. Они были самозванцами. Никакого официального ханства, как таковое, в Карабахе-то не было. Я сожалею, что даже в советское время, в советское время наши армянские историки не могли именно додуматься до этого. А, возможно, и их не разрешали хоть немного вглубь вникнуться в историю нашего края. И я задумал написать книгу теперь уже о карабахском ханстве. Чем больше материал я начал подвискивать, тем больше убедился, что, да, действительно, это во многом и выдумка. И у меня получилось вот «Правда и ложь о карабахском ханстве». Я в этой работе в основном критикую азербайджанских историков. Я анализировал более 70 книг азербайджанских историков. И у меня как будто получилось. Обратно опять я взял вот рукопись книги, побывал на историческом факультете у историков кафедры армянского народа. Опять ознакомились они и дали добро. Даже вынесли специальное решение ученого совета факультета о том, что немедленно надо издавать вот эту книгу. Чего я и сделал. И вот она перед вами. Мы попросили Степана Вагаршаковича одним предложением озвучить главный вывод новой книги. Главный вывод, что Карабах, вот так называемый вот этот ханский период середины 50-х годов, второй половине даже 50-х годов, когда появился в наших краях вот этот самый панах. Тем не менее Карабах остался армянским. Пять миликов, они как раньше, так и в это время же, и в 19-м, они по сути дела руководили сами карабахцем. Я нашел документы. Ни один российский царь ни разу не обращались к этим ханам с письмами. Они когда обращались к армянству, начиная с Петра Великого, они писали миликам и писали гонзарцарскому, вот нашему католикосу писали. Они были лжецами, они были самозванцами. Ни у кого не было у них вот этого фирмана, который дал бы им право назвать себя легитимными ханами. Вы смотрите программу «Вестник». Нашу передачу продолжает эксклюзивное интервью с министром иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Масисом Майляном. Масис Самвелович, уходящая осень была очень жаркой и богатой на самые различные события, связанные с деятельностью возглавляемого вами ведомства. Какие из них вы хотели бы отметить особо? Основное политическое событие 2019 года – это был форум «Друзья Арцаха», который прошел под девизом «Сотрудничество во имя мира и справедливости». Это мероприятие было организовано Министерством иностранных дел Арцаха при организационном содействии структур «Хайдата» Армянской революционной федерации «Дашнаксюн». Мы собрали в Арцахе около 150 представителей из 30 стран мира. Мы придаем большое значение децентрализованному сотрудничеству с различными городами, регионами в мире. И мы решили собрать их, всех наших друзей здесь, в Степанакерте, и провести вот такой форум, который удался. И этот форум получил очень высокую оценку как со стороны гостей, так и со стороны руководства нашей республики. Этот форум был особенным по количественному составу или содержал какой-то такой очень важный для Карабаха посыл? Форум был важен тем, что, во-первых, была принята очень важная декларация участника форума. И эта декларация была распространена на нескольких языках. Там есть месседжи, посылы, связанные с правами наших жителей и граждан Арцаха. Есть посылы, связанные с необходимостью развития международных связей Арцаха. И то, что непризнанность не должна быть препятствием для развития республики Арцах. И очень важным, я считаю, также решение, которое принято во время этого форума, о создании сети «Друзей Арцаха», которая называется «Про Арцах форум». То есть это уже постоянно действующая онлайн-площадка, где эти административно-территориальные единицы, которые имеют соответствующие договора с Арцахом, с городами Арцаха, они в этой сети и на этой площадке, они, во-первых, получат возможность ознакомливаться с своей информацией, узнаваясь, что происходит в Арцахе, также эта площадка будет служить для того, чтобы мы осуществляли бы и практические какие-то действия сотрудничества, то есть из декларативной плоскости мы имеем возможность при помощи этой сети перевести на практическую плоскость. Площадка, о которой вы говорили, про Арцах, она уже создана или находится в процессе формирования? Решение принято, она в процессе создания, и Гид Арцаха вместе с нашими коллегами из партии «Дашнакчун», вы знаете, это глобальная армянская структура, вместе с ними мы продвигаем этот проект. Про Россию что-то можно говорить по части России или пока ничего конкретного? К сожалению, в России пока у нас нет городов-побратимых, не потому что мы не хотим, но есть определенные препятствия, которые мы пытаемся преодолевать, но мы работаем в этом направлении. В большей степени наши города-побратимы, они есть и в Северной Америке, и в Южной Америке, и в Европе, на Ближнем Востоке, Австралии и так далее, то есть география очень широкая. Особняком среди событий стоит и Вашингтонский Ваш визит. Чем он знаменателен? В целом я должен отметить, что осенью у нас были очень знаменательные такие события и визиты. Так случилось с тремя странами, которые являются сопредседателями минской группы. В Франции, если так, в хронологическом порядке, 23 октября мы подписали совместную декларацию с руководителем региона Оверн-Рон-Альп. Это очень крупный регион во Франции по территории около 70 тысяч квадратных километров, то есть это две республики Армении. По населению более 8 миллионов. Есть определенные договоренности, которые мы начнем реализовывать уже весной следующего года. По хронологии, если идти, состоялся рабочий визит делегации Арцаха в Вашингтон. Там мы провели очень важное, на мой взгляд, мероприятие в Конгрессе США, которое было посвящено независимости республики Арцаха. Было очень символичным, что наша делегация участвовала во время обсуждения и голосования резолюции 296 по признанию геноцида армян. И символично, что там было три единства. То есть были представители Арцаха, был посол республики Армения, вооруженный арсиан, и представители диаспорских организаций, то есть Армения, Арцах, Спюрк. Мы получили очень хороший и неожиданный результат, 405 голосов при 11 против, то есть практически единогласно эта резолюция была принята. Конгрессмены Брэд Шерман и Фрэнк Паллоун передали министру иностранных дел НКР копию, признающей геноцид армян, резолюцией. Хочу спросить, вот резолюция, которая у Вас на столе лежит, она самодостаточна или нужно какое-то подтвердение, переподтвердение, утвердение какими-то другими инстанциями? Это самодостаточная резолюция, там нет необходимости подтверждения со стороны Сената или нет необходимости подписания. Этой резолюцией можно сказать, что Соединенные Штаты признали геноцид армян в Османской империи и Западной Армении. Сама резолюция также важна с точки зрения обеспечения безопасности Арцаха, потому что может предотвращать геноцидальные действия, играет сдерживающую роль. Но я знаю, что в рамках Вашингтонского визита у Вас были не менее важные тоже встречи с различными кругами. Вот об этих встречах несколько слов. У нас были отдельные встречи с конгрессменами, где мы обсуждали вопросы, связанные с Арцахом, с гуманитарными и образовательными программами, программой разминирования и так далее. То есть США это единственная страна в виде которой оказывает непосредственную помощь Республике Арцах. Мы хотим, чтобы эта помощь была бы продолжена. Были две важные встречи с аналитическим сообществом Соединенных Штатов. Первая встреча была организована в Совете по международным отношениям. Council on Foreign Relations. Это очень крупный аналитический центр. Вторая встреча была в Центре национального интереса. The Center on National Interest. Так называется этот центр. И туда были приглашены руководители и представители различных других аналитических центров, которые действуют в Вашингтоне. Также я хотел бы отметить, что во время каждого визита мы обязательно общаемся с представителями диаспоральных организаций, особенно если это Вашингтон, с теми, которые активно работают. С Госдепартаментом, с Конгрессом США, это Армянский национальный комитет Америки или Айдат, и Армянская ассамблея Америки. Мы встречались с руководством этих структур. А сейчас я предлагаю переместиться из Вашингтона в Москву, как это вы сделали в свое время. Что было в Москве? В Москве вместе с Министерством культуры по делам молодежи и туризма Арцаха мы организовали выставку арцахских художников, концерт Quintet of Valence. Было рассчитано на армян Москвы? Там были не только армяне, во-первых, диаспора, конечно, участвовала, но там были и представители общественности Москвы, не только армяне, так скажем. Был интерес, и кроме того, во время вот этой выставки арцахских художников, там были также выставлены работы других художников, которые в свое время приезжали в Арцах на симпозиум в Гадруцкий район, есть такой симпозиум цвета дизака. Их работы, которые были выполнены здесь, в Арцахе, там также были выставлены. Другое мероприятие, которое мы организовали в представительстве Арцаха в Москве, это была встреча с руководителями и представителями аналитических центров, которые работают в Москве. В принципе, мы поговорили о событиях, мероприятиях, которые составляют, как бы, внешнюю составляющую деятельности вашего ведомства. Но я знаю, что в рамках форума «Друзей Арцаха» было еще важное мероприятие внутри ведомственного характера, организационного плана. Это совещание с постоянными представителями Арцаха в различных государствах. Хотелось бы услышать несколько слов и об этом мероприятии. 14 октября мы провели совещание центрального аппарата МИД Арцаха с участием постоянных представителей Республики Арцах в зарубежных странах. Это становится уже традиционным. Раньше раз в пять лет подобные мероприятия имели место быть. Но мы в прошлом году, поскольку было 25-летие создания МИД Арцаха, провели такое совещание. И так случилось, что уже второй год подряд мы такое мероприятие проводим, что очень важно. Наш руководящий состав МИД и наших представителей принял также президент Республики Арцах, дал соответствующие поручения. Я думаю, эта практика будет продолжаться. Это способствует для того, чтобы дипломатическая служба работала бы более институционально. Провокационный вопрос. Вы бываете в различных министерствах иностранных дел, встречаетесь с различными министрами иностранных дел, главами внешнеполитических ведомств. Как бы вы оценили работу, рейтинг, если можно сказать, нашего Министерства иностранных дел уступает? Или такой же? Такую оценку могли бы дать? Со стороны должны давать такую оценку. Я могу сказать, что мы делаем максимум возможного, чтобы достойно представлять Республику Арцах на международной арене. И все эти визиты, все мероприятия, которые организовываются здесь, в Арцах, как раз преследуют эту цель. Добиться того, чтобы Арцах был бы признан, это наш приоритет. Работаем в плане мирного урегулирования конфликта. Вы знаете, мы общаемся и с сопредседателями Минской группы ОБСИ, очень активно работаем с офисом личного представителя, действующего председателя. Два важных приоритета для нас – признание Республики Арцах и мирное урегулирование конфликта с Азербайджаном. Конечно, мы говорили о децентрализованном сотрудничестве, мы говорили о том, чтобы достойно представлять страну. То есть, поддержание позитивного имиджа Арцаха также является нашей функцией. Плюс есть определенные подвижки в развитии внешнеэкономических связей Арцаха. Так что по всем этим направлениям мы стараемся активно работать, конечно, не забывая о нашей диаспоре. Я, конечно, не человек со стороны, но, тем не менее, по моему мнению, та деятельность, которую проводит Министерство иностранных дел во главе вас, она немалая для непризнанного, как вы сказали, государства. Спасибо за вашу оценку. Дорогие друзья, подошло к концу эфирное время нашей программы. До встречи на канале общественного телевидения НКР в следующее воскресенье, 1 декабря. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok